Привет-привет! И это снова Брайт Айленд, вперёд сам разумеется. И да, это клёвый уровень, но это надолго, как видите. Но ничего. Ещё раз замечу, вот это внимание к деталям, мы вышли вот с этого, попали на уровень через этот выход, потому что запустили с чистого старта, разумеется. А если бы мы вышли на преимущество секретного уровня, то вышли бы отсюда, например. Я люблю такое маленькое внимание к деталям, но да ладно. Приступим к самому уровню, собственно. Здесь есть некоторые припасы, которые мы соберём. И поднимаемся сюда. С минуты на минуту нас должна встретить небольшая армия скелетов. Сейчас, по-моему. Да. ничего сложного, просто держим дистанцию и отстреливаемся. так, мы скоро не должны уже закончиться. Вроде бы даже сейчас... А, нет. Ещё есть ребята. Да. Не спешим идти вперед. Сначала заглянем вон туда. Здесь два зумбу. Опять же ничего сложного. И нам предстоит пройти вон туда, вот к этим вот проводам. За ними есть кое-что интересное. Собственно да, это секрет. Вторая добрая лазерная винтовка. И таблеточка, которая в лучших традициях Сирио Сэм вызовет ловушку. Ну и теперь нам предстоит довольно длительный путь обратно. Да, уровень начинается достаточно размерен, но это ненадолго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Здесь немного врагов. Там Зорги вдали. Они умирают в нового стола гробовика, кстати Вот именно вот эти каменные големы Уже снова большой голем Альтернативный огонь из плажменной винтовки справляется с этим на ура Проходим в трети ворота, они странно открываются но мы их открываем и наконец-то снайперская винтовка Ой Каменные големы довольно интересно действуют об их снарядах ракеты разбиваются, то есть ракетницу нужно пользоваться аккуратнее И разбиваются конечно взрываются но они могут сбивать ваши выстрелы Там за углом еще есть немного И птицы разумеется Далеко я не выхожу отсюда, чтобы не вызвать следующую лаву скажем так, но уже пора И здесь будет довольно скучная часть с быками Скучная по одной простой причине Здесь только быки, они выбегают по одному и у нас есть снайперская винтовка То есть мы можем просто вот так вот стоять включив прицел и просто расстреливать их Я дальше не захожу, потому что может быть здесь есть триггер, который прекращает их спаун Например, в одном из уровней первого происшествия Но проверять, честно говоря, мне лень на это Я просто подожду, пока они перестанут появляться Да и менее веселым этот бой не станет Более веселым этот бой не станет, то есть Ну как бой, подстрел Все Да Вся проблема в том, что мы взяли там снайперскую винтовку Если бы они дали нам чуть попозже И быков натреть, наверное, поменьше, то возможно здесь было бы весело Но, увы, бывают дизайнерские просчеты В любом случае я рад, что мы вновь заимели снайперскую винтовку И так мы заходим вот сюда В этот опциональный храм Он действительно опциональный Но здесь можно взять интересные вещи И встретить новых врагов Точнее обновленных безголовых солдат Которые его делают вот так вот Ну и несколько обычных наверху И так Дергаем этот рычаг Поднимаемся по этому лифту На этом лифте Точнее Что я заговариваю сегодня Ну ладно Здесь вот есть стена выделяющаяся Но стрелять по ней не надо Есть более цивилизованный способ ее открыть Рычаг Так Проходим сюда Здесь еще один лифт И мы получаем пушку Но это еще не все Здесь есть колокол такой У него можно позвонить Да Если мы у него позвоним Во время звона Вон там Кое-кто появится Маленький гнар Его можно застрелить По-моему я Да Я его убил Просто проверю Вот Это тоже секрет Но он раскроется чуть позже А пока нам нужно Прыгнуть сюда И Ладно Сделаю это по-мужски Вот таким вот образом Запрыгнуть за этими ядрами Так Я после Руки джампа здесь Подлечиться Хочу немного И Надо будет обновить ботиночки Потому что с ними связан Еще один секрет Достаточно глупый Но Что уж поделать Ну в общем Нам нужно запрыгнуть вон на ту платформу И это не так то просто А еще если мы упадем то То Мы не сможем подняться больше Так что Давай Отлично И не менее аккуратно нужно прыгнуть вот здесь Супер Так вот в этой хижине можно обновить наши ботинки Они нам еще понадобятся Запрыгнуть сюда Запрыгнуть сюда И отсюда Прыгнуть вон на ту хижину Неуязвимостью и броней Не то чтобы здесь полезно это неуязвимость Но здорово что она есть Ну и собственно да это был секрет Пушка в этот раз для больших биомехов будет полезно И да Здесь ничего вроде экстремального, просто иногда надо переключаться, переключать свое внимание между врагами и соответственно переключать оружие на более подходящее Мне кажется, я слишком далеко отошел Ой-ой-ой Я маленько запутался в вооружении Да что ты Вроде все И нам нужно вернуться Дело в том, что если бы не тот секрет прыжковый, мы бы катились по наклонной местности вот сюда И вот здесь бы появились Но таким образом, раз мы пропрыгнули вот здесь, то мы пропустили триггер, который спаунит дополнительных врагов Например, вот этого засранца И кукурбита В этом бою также сайберская винтовка, ваш лучший друг Или даже подруга О, мне кажется, лизизиз О, мне кажется, лизизиз Ну и На этом пока что все Да? Всех убил? Всех Отлично Можно двигаться дальше Ой Я забыл про него Ну ничего В этих хижинах Должны обитать Коммандос Оставим пока Так, а вот Я в механуре с пушками Давно мы его не видели Он требует два пушистых ядра И В принципе, может Убить одним выстрелом Просто раскатать Там еще один команда Вот скорпионы появились И так Мы Подходим к Достаточно эпичному Бою Первому эпичному бою Точнее Который будет на этом уровне Хотя В моем случае Он самый запоминающийся И нам наконец-то Дает миниган Здесь будут механоиды Водяные големы И примерно Миллиард скелетов Они уже бегут Поэтому я Выпускаю заранее Несколько ракет Чтобы Они с ними встретились Потихоньку отступаем Что, во-первых, скелетов Очень много Во-вторых, сейчас Здесь будет появляться Биомехер Ой Они уже обходят Плангов Какие молодцы Ну да, и собственно На этих горах Появляются Водяные големы И лучше С этого ракурса Встречать Ракурса Продолжение следует... Ну тут появляются некоторые бонусы Это далеко не один, не единственный супер ущерб на этой арене, скажем так Так что этот бой не так уж и плох Наверно рано его взял, но ладно Несколько сочных ракет, пока действует усиление И снова отступаем Здесь сзади тоже будет Да, согласен Здесь тоже будет усиление почему-то Сдвоенный супер ущерб, но да ладно Поэтому он должен появляться раньше Не знаю, что-то здесь не так явно Ну теперь мы можем изрядно прорядить Волну монстру ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не то чтобы я могу сейчас много что умного сказать Этот бой требует некоторого количества фокусов на себе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 На этом уровне прямо важно никого не пропустить В конце вы увидите почему Так, тебя мы отмени ганим Там еще за домиками, а, они уже улетели За домиками еще, да, вот, птички прячутся Их можно заранее отстрелить, если видеть где они Да, вот ты Я вижу Так, ну и через вот эту вот странную, скажем так, с точки зрения архитектуры деревушку Нам нужно перебраться на другую сторону реки Да, вот здесь мы спрячемся ненадолго Отлично Так, сначала мы пойдем вот сюда Ой Ну это опять же, чтобы просто спровоцировать появление врагов Далее мы поднимаемся здесь И нам нужно вон туда Из этих деревянных дорожек, к слову, упасть невозможно, потому что невидимые стены И это удобно, иногда А здесь секретные ядра Возвращаемся обратно Появляются еще ребята Отлично Здесь нужно присесть По-моему, единственное место, где присесть надо Зона для Огнемета Я не помню, что там на самом деле А, конечно Ну и все Мы перешли эту реку Сейчас будет много-много летающих врагов И это не только гарпель Красота-то какая Вот и они, собственно Пока что мы их порежем Да, вот слева уже гарпель начинает прилетать Я предпочитаю просто огнеметом все это Выжигать напалмом После того, как прилетят гарпии Потому что огонь, опять же, поражает вообще всех в колонне И они как раз и летят так удобно, что друг за дружкой И они как раз и летят Отбились от стаи Бывает А вот теперь обратим внимание вот сюда Сейчас на этом безоблачном небе появится своеобразная тучка Это просто издевательство, но почему-то это так весело Смотрите на этот фейерверк из перьев и ошметках Я хочу немножко затариться Лазмой Для следующего боя Она мне может понадобиться В зависимости от того, как пойду делаю Смотрите продолжение в следующей серии Для этого уровня выбрано очень удачное время суток Такой вот закат Это прям красиво Ну, настолько красиво, насколько может позволить себе этот движок Здесь сейчас будет некоторое количество зумов Так, демон Так, да По-моему, здесь Помните колоколы маленького Гнаара? Так вот Вот это вот секрет Который вызвал удар в этот колокол И последующим убийством Гнаара, разумеется Да, их прям много Ну, рубленое мясо было Теперь надо попробовать жареное А еще остались Отсюда, по-моему, даже видно Должно быть этот колокол Да, возможно, даже и здесь Можно этот секрет Каким-то образом получить Итак, здесь будет второй эпичный бой Он, конечно, не настолько масштабный, как С миллиардом скелетов, но Преподнести сюрпризы может, скажем так Начинается все довольно не видно Несколько зоргов А потом вот это Здесь будет несколько волн разных вродов Все, что здесь требуется Именно ключевая Суть этого боя Не подпускать берсеркеров К себе близко Ну, под берсеркерами я имею ввиду Вот у курбита и быков, разумеется Они все должны оставаться на расстоянии На максимальном расстоянии Держим дистанцию с ними И отстреливаем других противников Далее появляются биомехи Чтоб мы сильно не расслаблялись На дистанции Держим дистанции Не забывать переключаться между оружием Чтобы Во-первых, эффективно использовать арсенал По ситуации А во-вторых Против Определенного типа врагов В основном, конечно, это слайдерская винтовка Но потому что она классная Но тем не менее Да Вы правильно слышите Их там действительно много И лучше, чтобы они держались подальше И вместе с ними Также приходят Биомехи-лягушетники Прямор Субтитры добавил jó так же да он пушечный биомех тоже присоединяется за ним тоже нужно следить на уши за ним не следить конечно а сразу вынести ой это еще один опасно лягушки прыгать рядом могут взорвать ракету прямо перед лицом я рассчитываю что их вражеские снаряды конечно же погубят но не всегда получается слишком много жаб да нет еще не все еще лягушатники о-о-о да ты далеко не все потрясающе красивым все таки так смотрим да мы никого не пропустили ну что прыгаем сюда и встречаем боссов для начала надо убрать свиту вот эту вот зеленую а потом просто спамить альтернативным огнем плазменной винтовки все будет хорошо так попаду ну конечно нормально и собственно все этот замечательный уровень подошел к концу так же в нем очень замечательно то что просто в нем нет сломанных спаулов то есть да все задуманные враги все появляются это конечно же далеко не самый главный плюс этого уровня его плюс в том что он большой красивый бои прекрасный дизайн в большинстве прям классный на мой взгляд наверное это лучший уровень в Брайт Айланд да я думаю да я думаю так вот он играется прекрасно бои все в меру такие сложные но они вполне себе решаемые скажем так ну да лучше уж ничего не говорить лучше просто играть в этот уровень он оправдывает мне кажется вообще все существование Брайт Айланды и в целом Брайт Айланд неплохо но нам рано еще об этом говорить я кстати не знаю почему на картинке изображен предыдущий уровень ну ладно ладно спасибо всем за просмотр и всего хорошего обязательно сыграйте вот в этом именно вот в этот уровень он правда классный пока